Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, кумерталсты и гости города! Сердечно поздравляю вас с праздником! С Днём Народного Единства! День Народного Единства всё ещё остаётся молодым праздником. В честь этой даты в Дворце Умольщиков прошёл торжественный концерт. Всех собравшихся со сцены с праздником поздравил глава администрации Борис Беляев. Сегодня День Народного Единства стал символом единения народа, стремления к миру и взаимопониманию. Мы живём в современном открытом мире, в котором стираются границы. И мы обязаны помнить, что у всех нас единые корни, единая основа. Я сердечно поздравляю всех вас с Днём Народного Единства! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Удачи на жизненном пути, успехов и достижений! И всего самого доброго вам и вашим семьям! С праздником! Для всех собравшихся на сцене выступали творческие коллективы города. Открыл концерт зажигательным танцем народный ансамбль «Контраст». В течение всей концертной программы творческие коллективы передавали своё праздничное настроение зрителям. Они взамен одаривали артистов нескончаемыми аплодисментами. Праздничное настроение было на высоте. Ну, во-первых, город весь поздравляю с таким праздником Единства. Он действительно выражает наше единство, наше общение, наше уважение друг к другу. И то, что у нас мир над головой и в нашем городе такое приятное ощущение между собой, говорит о том, что этот праздник полностью соответствует единству. А настроение у нас чудесное, праздничное. Всех вас поздравляю с праздником, здоровья, счастья, долгих лет! Это единство, чтобы все национальности дружили, чтобы мир был на земле. Этот праздник, он всегда, вот как День Победы, такое же имеет отношение. Мы сейчас большую энергетику зала чувствовали на себе. И по аплодисментам горячим, и потому, как слушали люди. Потому что песни-то были о Родине, о нашей, о Руси. И мы желаем нашей Родине здравия. Поэтому первая песня наша была «Я поставлю свечу и помолюсь за Россию, о ее здравии». Праздник удался. Атмосфера в дворце была и правда дружественная. Можно с уверенностью сказать, что единение народов нашей страны было, есть и будет. Константин Меркшев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Продолжение следует...